Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на ИС-2 ШИМ. Причин несколько. Первое. Сейчас идет летний аукцион, на котором продается Chrysler K. И Chrysler K очень часто сравнивают именно с этим ИСом. Второе, ребят. Данная машина очень часто именно с Chrysler K идет в составе одного набора. И я лично считаю это очень глупой затеей по одной простой причине, потому что и тот и другой обладают задним расположением башни. По геймплею они, ну я бы сказал, не то чтобы одинаковые, но очень похожи. И по тем эмоциям, которые игроки получают от этих машин, они тоже очень схожи. Ну и плюс к тому. Очень часто говорят, что ИС-2 ШИ лучше, чем Chrysler K. Другие утверждают обратное. Я решил сделать честный обзор на ИС-2 ШИ, на который обзора еще не делал. Ну и в этом видео сравним двух этих товарищей с задними башнями. Что касается ИС-2 ШИ. Давайте будем начинать с вами с брони. По броне здесь более скудно, чем у Chrysler K. В чем-то немножечко, конечно, лучше. Но, ребят, все же я бы сказал, что хуже бронирование, чем у Chrysler K. Дело в том, что здесь есть огромный нижний бронелист, такой же, как у Chrysler K. Он тоже большой. Но здесь, ребят, с учетом приведенки, 174 броня, а здесь 125. Ну, давайте так вот как-то поставить его, короче, чтобы было 125, чтобы поймать этот момент. В общем, 125 против, ребят, 175. Целых 50 единиц брони. Это действительно много. Что касается верхнего бронелиста. Верхний бронелист у ИСа имеет зализанные стороны по бокам. И здесь действительно есть неплохая приведенка. Но, зачем бросать сюда снаряды, кроме как случайно, если можно бросить просто по центру. Где 235 миллиметров по броне с учетом приведенки. Ну, окей, 240. Что касается Chrysler K, здесь нет зализанных углов. Но здесь есть сплошная приведенка в практически 280. Ну, тоже чувствуете разницу. Ни та, ни другая машина не предназначены для того, чтобы играть просто прямой проекцией. И та, и другая машины предназначены для того, чтобы играть все-таки вот таким вот ромбом. Выезжая из-за каких-то укрытий. И ни в коем случае не стоять прямо к своим соперникам. Что касается башни. Начнем с того, что у ИСа башня гораздо выше, чем у Chrysler K. И это доставляет дискомфорта. Ну, а наоборот, доставляет приятных эмоций вашим соперникам, которые будут в башню стрелять. Что касается брони по башне. Как вы видите, у Chrysler K мало того, что ниже башенка, так она еще и неплохо со лба забронирована. Имеет обалденные скосы. Она полностью вся зализанная. И здесь приведенки прям мама не горюй. У ИС-2Ш такого нет. Да, есть приведенки где-то вот в этой части. Где-то вот здесь вот на краях. Но в целом, ребят, башня не является супер забронированной. И если на Chrysler вы становитесь как-нибудь вот так вот. И в то же время башню вы отвернули от своего соперника. Да, там, ну вот как-то вот так. То здесь все равно будет приведенная броня. А вот если вы весь этот финт ушами провернете на ИСе, то будет печалька. Потому что появляется огромная серая зона в башне. И даже если вы прячете где-то свой корпус или играете ромбом, то никто не будет пытаться выцеливать что-то здесь. Будут просто в башню сюда закидывать. И абсолютно без печали будут пробивать ваши неполные 180 единиц с учетом приведенной брони. Согласитесь, не очень весело. По бортам, по корме ничего не буду говорить. По одной простой причине, потому что вы сами все видите. Я бы сказал, что машины одинаковые. 110 мм в прямой проекции против 100 мм в прямой проекции. Короче говоря, ИС-2Ш очень сильно уступает Chrysler в отношении бронирования. Что касается сравнения других характеристик. Ну, начнем с того, что у ИС-2Ш гораздо ниже ДПМ. Это существенно, существенно влияет на результативность игрока. Что касается пробития. Здесь пробитие выше, но я бы не сказал, что прям на много. При этом всем есть шикарная альфа в 400, которая прям за пояс затыкает 310 у Chrysler K. Но здесь, ребят, есть и обратная сторона медали. Обратная сторона медали это время перезарядки. Перезарядки. Грубо говоря, 12 секунд перезарядки ИСа против неполных 9 секунд. Ну, давайте так. Окей. 11,5 секунд у ИСа против 8,5 секунд у Chrysler K. Ну и здесь сразу возникает вопрос. Как отыгрывать на ИСе с учетом его 12 практически секунд перезарядки? Очень осторожно и не пытаться куда-то выезжать прям в наглую. Потому что брони, как я сказал, у вас нет. Что касается позитивов. Здесь действительно хорошая скорость полета снаряда на дальние расстояния. 1400 против 950 округляя у Chrysler. И это действительно комфортно на дальних расстояниях. Но, ребят, мы вернемся с вами к вопросу разброса и к вопросу точности данного орудия. Что касается скорости и подвижности. Хоть здесь и стоит 42 против 40 и 12 против 16. Стоит отметить, что вперед машины двигаются, я бы сказал, одинаково. Я не почувствовал абсолютно никакой разницы. А вот что касается сдавать назад, то на Chrysler K где-нибудь схорониться, отъезжая назад на время перезарядки за какое-нибудь укрытие, либо за какой-нибудь дом, гораздо удобнее. ИС-2 шип пасет задних и очень сильно. И в бою очень сильно не хватает хода назад для того, чтобы вовремя отъехать и принять правильную ромбовую позицию. Что касается доходности, абсолютно одинаковые, а вот процент по победам, ребят, прям совсем на уровне Плинтуса. Даже 50% нет. 49, если округлять правильно, против 53. Это целых 4%. При этом машины ни та, ни другая, не пользуются особой популярностью. Но ИС-2 шип вообще никто играть не хочет, потому что 67 игроков выбрали себе данную машину на поиграть за последнее время. Согласитесь, крайне скудные показатели в отношении популярности ИСа. Что можно сказать, стоя в ангаре, в сравнении по данным машинам? Давайте поговорим по поводу разброса и по поводу точности орудия. Плюс к тому, заценим с вами угол склонения орудия вниз, что тоже немаловажно. Машины с задним расположением башни. Крайслер имеет угол склонения орудия вниз минус 10. Если мы зайдем с вами в характеристики по ИСу, то здесь мы увидим цифру, которая может нас удивить. Минус 7. И это, ребят, при том, что минус 7 это на борт, это не в прямой проекции. Минус 7 вниз, в прямой проекции орудия к корпусу не будет однозначно. Теперь давайте посмотрим на пугающие цифры. Оборудование поставил, поставил амуницию. И при этом всем я имею время сведения, которое дважды улучшал оборудование, в целых 4,7. Это просто жесть какая-то. Потому что если вы вернетесь к тому же самому Крайслеру и посмотрите на его время сведения, вы обратите здесь внимание на цифру 3,7. Что существенно. Я не могу сказать, что это дико комфортно. Но представьте себе, как играть на ИСе. Что касается других показателей по орудию. Ну, что касается ДПМа, ребят, вы все видели. 2000 ДПМа, которые прям совсем по суть задних. И это связано с вот этими 12 секундами перезарядки с учетом оборудования и амуниции. Здесь более точная цифра, чем в сравнительной таблице. И здесь действительно 12 секунд. Да, 400 единиц альфы. Но все же, ребят, согласитесь, далеко не клево отбрасывать по 400 единиц альфы через каждые 12 секунд боя. Что касается разброса. Здесь практически 0,4. Давайте вернемся на секунду к Крайслеру и посмотрим на его характеристики. Что касается его разброса. Здесь меньше, чем 0,4. Причем существенно. 0,367 против 0,390 с копейками. Да, там было. Что касается урона в минуту. Да, пускай он не шикандосно там выше. Но все же, ребят, он выше хоть как-то. И здесь ты стреляешь через каждые, грубо говоря, 9 секунд. С учетом оборудования и амуниции. При этом наносишь по 310. Ну и вот считайте, сколько выстрелов вам необходимо сделать на ИС-2Ш. Для того, чтобы получить те же самые результаты по настрелу, которые вы можете сделать на Крайслер-К. Не могу сказать, что Крайслер-К это мечта. Но ИС-2Ш это вообще не то, что не мечта. А какое-то недоразумение. Его давно надо апать. Давайте теперь возьмем машину и попытаемся сделать что-то годное непосредственно в самой катке, где продолжим его обсуждать. Итак, попали мы в бой, ребят. И давайте начнем обсуждение с подвижности, как обычно. Как видите, поворачивает вправо-влево не сильно ярко. Я бы сказал, нудновато. Но в целом, для типичного танка, окей, простительно. Что касается набора скорости. Да, скорость набирает неплохо. Опять-таки, мы зацениваем тяжелый танк. И такой набор скорости для него вполне нормален. Под горку поднимается тоже вполне комфортно. А вот что касается отыгрывания от неровностей. То, как видите, орудие вниз у меня уже не гнется. Хотя я практически полностью выехал наверх. Сейчас попробуем откинуть. Ну вот сейчас вроде бы и полуромбом как-то стоял. И верхний бронелист, даже в то место, в котором у меня вроде бы, как бы, должна быть приведенная броня. Мне очень весело прилетело. Сейчас попытаюсь куда-нибудь сохраниться. Ну, просто потому что не хочется дальше отхватывать. Неплохо, конечно, забрасывать по 400 единиц альфы. Но когда ты думаешь по поводу того, сколько времени дальше тебе необходимо где-то прятаться, понимаешь, что это далеко не фонтан. Как я для себя определяю, насколько хороша та или иная машина и хочу ли я ее себе в ангар. Основным для меня показателем является получение удовлетворения от боя. Но если заценивать не это, а предполагать, насколько комфортно и насколько хорошо на ней будет играть, какие результаты я смогу на ней давать, то я в основном смотрю просто на своих соперников. Когда я захожу в бой и вижу, что против меня заходит, ну, допустим, даже тот же самый Лева Колосс, коих сейчас в бой зашло цельных два, я для себя понимаю, что бой не будет легким. Когда я захожу в бой и вижу, что против меня зашел ИС-2Ш, либо Крайслер, я для себя понимаю, что сложности разобрать данные машины у меня не будет абсолютно никакой, практически на любой машине, на которой я буду в бой заходить. Все, ребят, поиграли. Пробивают этот тяжелый танк просто-таки на ура. И от тяжелого танка у этой машины есть только название, большие габариты, скудная подвижность и, в принципе, на этом все. Давайте досмотрим бой, попытаемся взять машину еще в одну катку. Возможно, в следующем бою получится чего-нибудь лучше. Возможно, я как-то неправильно сыграл, а может, команда как-то хило отыграла. Хотя во втором я очень сильно сомневаюсь. Ждем окончания боя и продолжаем обсуждение. Итак, друзья, бой закончился. 1440 единиц урона, один сделанный фраг. Что касается нашего фарма, то он, слава богу, что не в минусе, но это с учетом того, что есть прям аккаунт. Что касается моей результативности по команде, то, как вы видите, я занимаю второе место в команде и не могу сказать, что прям я слился, но в то же время не могу сказать, что я сделал какой-то максимум для того, чтобы победить. Хотя, в целом, я бы сказал, что даже для такого боя результат довольно неплохой. Этот результат был получен только благодаря тому, что высокая альфа, и я смог сделать несколько удачных выстрелов, и результаты были бы чуть больше, если бы я несколько раз не сплоховал и все-таки пробил своих соперников. Но все же, ребят, согласитесь, далеко не идеальные результаты. Ну что, погнали в следующую каточку, посмотрим, что получится сделать еще. Так, второй бой, и куда нам ехать? Ну, поехали, наверное, стяжами. Данная карта немножко лучше все-таки для ИСа, потому что практически нет каких-то неровностей, по крайней мере, если на них не наезжать. Если говорить о возможности занятия каких-то позиций, то да, на ИСе вы успеете проскочить, вы успеете проехать, занять какую-то удобную для вас позицию на карте, и тогда уже надейтесь на свое орудие, которое, как вы видите, не очень бодро сводится, что касается точности. То, в целом, как я говорил, грешить не на что. На дальних расстояниях снарядник летит очень бодро и успевает долететь, не давая особых каких-то упреждений для выстрела. В общем, в отношении орудия, кроме как очень долгого времени сведения и долгого времени перезарядки, мне больше сказать нечего. Все остальное меня в целом устраивает. Что меня не устраивает? Меня не устраивает ездить на этом тяжелом танке и постоянно думать по поводу того, а как мне все-таки выжить, где мне находиться. И для себя я понимаю, что данная машина, ровно как и Крайслерка, больше танки поддержки. Вы должны находиться рядом со своими союзниками, вы должны помогать им, кого-то разбирать своей альфой, но ни в коем случае не быть на первой линии. По крайней мере, в тех местах, в которых вам негде спрятать свою тушу, которая, как вы видели в предыдущей катке, прошивается просто-таки спокойненько. Ход назад. Я бы не сказал, что очень приятен, если сейчас была бы игровая ситуация, в которой мне необходимо было бы каким-то образом прятаться и пытаться закатиться куда-нибудь, допустим, за вот это же укрытие. Я для себя понимаю, что для меня это была бы сложность и, скорее всего, меня бы очень бодренько бы разобрали. Времени сведения, как вы видите, очень не хватает. Приходится очень долго ждать. За это время соперники вполне спокойно выцеливают и, как вы видите, пробили меня прям в сам лоб башни, который на схеме, которую я вам показывал, являлся самой забронированной частью. Так, попытаемся как-то переехать отсюда. Здесь нам больше делать нечего. нас вполне спокойно пробивает вражеский тяжик, а значит, имеет смысл отвалить отсюда. Ну вот, кстати, вот эта серая зона, про которую я говорил, по бортам башни, как видите, сюда тоже прилетело. Как только ты совершаешь ошибку и хотя бы немного как-то отворачиваешь свое орудие от соперников, то сразу можешь начинать молиться, потому что тебя пробьют и для них это сложности абсолютно никакой не составит. Так, сейчас очень неприятная ситуевина. ВЗ-120, понятное дело, меня пробьет. Что касается моей отместки, то я-то ее успею дать, но опять ухожу на очень долгое КД и для себя понимаю, что сейчас, если я, ну вот, пожалуйста, если я попаду под раздачу, то мне будет очень больно. Не может ИС-2Ш самостоятельно за себя нормально постоять. Опять-таки, хоронит именно время перезарядки. Поэтому на край слерика, безусловно, играть более комфортно. Он все-таки более скорострелен. Ну а что касается его альфы, да, она существенно ниже, но все-таки вы можете ее наносить. Что касается результатов, как видите, плюс-минус те же самые результаты. Я не имею семи пядей во лбу и снимаю свои видео для таких же ребят, как и я. Для обычных танкистов, которые не являются киберспортсменами, которые не являются суперстатистами, которые заходят в игру для того, чтобы получить удовольствие от игрового процесса, которые заходят в игру для того, чтобы пофаниться, отдохнуть, отдохнуть от реальной жизни, а не наоборот. И вот если вы, ребят, такой же танкист, как и я, то поверьте мне, ИС-2Ш не принесет вашу компьютерную жизнь, вашу танковую жизнь, абсолютно никаких гор позитивных эмоций. Безусловно, будут какие-то катки, 2 из 10, пускай 3 из 10, в которых вы будете получать неплохие результаты, но это будет не ваша заслуга. Это будет заслуга вашей команды, которая позволит вам вовремя стрелять и не попадать под раздачу. Если вы хотите такого геймплея, то, безусловно, берите. Вопросов нет. Но если уже выбирать между ИС-2Ш и Крайслер К, то я бы выбирал все-таки Крайслера. Это мое скромное субъективное мнение, а вы свое пишите обязательно в комментариях. Буду безумно вам благодарен, если вы подпишитесь на канал, чем поддержите его развитие. И обязательно ставьте лайки, если я был вам полезен. А мне кажется, я полезен вам, тем, что показываю танки такими, какие они есть на самом деле. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.